Бухара Бухара – один из древнейших и самых крупных городов Средней Азии. В течение многих веков игравший важную роль в истории общества и неоднократно являвшийся столицей государств, которые образовывались на территории Узбекистана. В мусульманском мире она известна под названием Бухаро и Шариф, что переводится как «священная Бухара». Бухара – один из семи святых городов ислама, с впечатляющей архитектурой и богатой историей. Большая часть города осталась нетронутой и заселена коренными жителями. Население города составляет более 200 тысяч человек. Несмотря на грандиозные разрушения и пожары, во времена нашествия Чингисхана до нашего времени сохранились домонгольские памятники. Великолепный мавзолей Самонидов, крепость Арк, а также более 140 замечательных средневековых памятников. Свой современный облик город Бухара приобрел во времена династии Шейбонидов и Аштарханидов в XVI-XVII веках, когда были построены большинство из его изумительных мечетей и медресе. Сейчас в порталах многих древнейших построек развернуты настоящие ремесленные ярмарки под открытым небом. Былая торговая магистраль приводит нас к древнейшему перекрестку главных магистралей средневекового Шахристана, куда сходились традиционные четыре базара – Чахар-Сук, вливающиеся в купольное здание, на которое перешло название перекрестка Чорсу. Тюбетейка – это неотъемлемая составная часть узбекского национального костюма мужчин, женщин и детей. В Токит-Эль-Пак-Фурушон можно купить роскошные головные уборы, золотошвейные и расшитые бисером тюбетейки, меховые шапки, хитроумно свернутые тюрбаны. Также под сводами торгового купола можно найти огромное множество ценного товара – результат ремесленного труда многих бухарцев. Западный пассаж Токит-Эль-Пак-Фурушон выходит на улицу Мехтар-Амбар. Первое здание справа, примыкающее к стене Токит-Эль-Пак – это древний караван-сарай Кулета. Пройдя далее по улице, мы попадаем к рынку Токит-Эр-Гарон – рынок ювелиров. Токит-Эр-Гарон был возведен на месте древнего Чорсу-Бухары. Он вмещал 36 мастерских и магазинов ювелиров со всем инвентарем. Панорама старого города захватывает дух своей зрелищностью и неповторимостью. Древняя бухара до сих пор делится на кварталы, каждый из которых имеет свое название. По тому виду ремесла, которым занимались люди, жившие в определенном квартале. К примеру, в Кемуфт-Гароне проживали кожевники, вырабатывающие шагринь. Это был самый крупный квартал, состоящий из 65 домов. Здесь находилось большое медресе конца первого десятилетия XX века, известное под названием Мадресаи Туркман. Это уже другой квартал – Дегрези, что в переводе означает «литье котлов». В квартале более 40 домов. Население, будучи таджикоязычным, считало себя узбеками. Многие жители занимались «литьем из чугуна». Вдоль улиц квартала тянулись их торговые ряды. В Дегрези имелась своя мечеть и святыня – могила Саид Абдуль-Хасани Пабанд. Поэтому очень известным в Бухаре Мазару квартал Дегрези назывался раньше Саид Бандкушо. Квартал Дегрези впервые упоминается в позднем документе 1881-82 годов. Это настоящий музей под открытым небом, как, впрочем, называют и всю Бухару. Прогуливаясь по узким улочкам квартала, вы воочию сможете насладиться духом восточной истории, которым пронизано все вокруг. Именно отсюда берет свое начало торговая улица Заргарон – место умелого торга и ценных ремесленных изделий. А это одно из самых больших и благоустроенных учебных заведений того времени – Мидресе Мириараб. В нем находятся 111 достаточно просторных худжр, каждая из которых состояла из маленького вестибюля, жилой комнаты с нишими шкафами, хозяйственной коморки. В этих древних стенах до сих пор обучаются будущие имамы и религиозные наставники. В этот монументальный комплекс также входит мечеть Калян. Последнее здание соборной мечети было завершено в 1514 году. Оно равно по масштабу зданию мечети Бибиханым в Самарканде. Более восьми веков вид Бухары изображался в виде чудесной башни Минарета Калян. Она была самым высоким зданием в Центральной Азии, служа городским жителям, местом поклонения и смотровой вышкой. По надписи Минарета Калян установлено, что он был завершен в 1127 году. Самым древним архитектурно-археологическим памятником Бухары является Величественная крепость Арк. Она расположена на насыпном холме высотой примерно в 20 метров. Арк со всех сторон окружен крепостной стеной, время постройки которой относится к последним двум-трем столетиям. Она много раз перестраивалась и ремонтировалась. К началу 20 века Арк представлял собой город внутри города. Здесь располагались ремесленные мастерские, казначейство, жилища родственников двора, склады одежды, ковров, оружия, дворцовые сокровища. В цитадели проживало около трех тысяч человек. По левую сторону от небольшого купола Чарсу расположен большой мощеный двор. Здесь проходило коронование эмиров и церемонии приема послов. С трех сторон двор окружал деревянный айван. При входе возвышался мозаичный портал 1605 года. Солом Хана или двор приветствий. Здесь Эмир принимал своих чиновников и посетителей. Направо от Чарсу находились эмирские конюшни. На конюшенном дворе помещалась Нагора Хана, служившая местом для караула и оркестра. В настоящее время крепость Арк, несмотря на значительное разрушение, продолжает функционировать. В ее подвалах располагается фонда хранилища музея. Здесь хранятся древние свидетельства минувшей истории Бухары. Под стеклами стендов и на стенах можно увидеть сохранившееся оружие, луки, древнюю посуду, которыми пользовались бухарцы. В основном все экспонаты датированы XVIII-XX веками. Это деревянное и железное оружие, защитная экипировка, массивные орудия труда, а также предметы быта. На стенах краеведческого музея вы увидите карты походов правителей Бухары, их фотографии, копии указов и других важных государственных документов. Большую историческую ценность представляет этот украшенный позолотой и красным бархатом трон, где восседал наследник престола. Посетить древнюю Бухару мечтают многие. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы увидеть древнейшие постройки этого города. Напротив арка расположился единственный сохранившийся на Регистане памятник мечеть Болохаус XVIII века. Сюда приходил на намазы эмир со своей свитой. Перед этой мечетью находился большой обложенный мрамором хаус, который и дал мечети ее имя. Обычными посетителями были многочисленные торговцы, лавки которых располагались неподалеку, на Регистане. Рядом с небольшим хаусом расположился миниатюрный минорет, откуда верующих созывали на молитву. Мечеть Болохаус имеет яркое оформление. Расписной потолок айвана поддерживает многочисленные изящные колонны. Они были вырезаны из дерева искусными мастерами несколько веков назад и все еще сохранили свою красоту. Сооруженная в 1712 году, мечеть выделяется чрезмерной роскошью в отделе айвана, в особенности его плафона. Художественное оформление осуществлено теми же мастерами, что и мечети Джами, построенной двумя годами позже. Деревянный потолок айвана богато декорирован резьбой и украшен цветочным и геометрическим орнаментом. Работа эта очень кропотливая и сложная, однако после стольких лет потолок действительно выглядит очень красиво, привлекая внимание туристов. Мечеть была построена в 18 веке женой правителя Бухары. Несмотря на то, что в тот же период в Бухарском ханстве наблюдался упадок в культуре, экономике, тем не менее была построена одна из самых красивых мечетей города. А это мемориальный комплекс самонидов, место, куда приходят тысячи людей, чтобы поклониться древнейшим памятникам истории IX-X веков. На этом месте раньше находился парк культуры и отдыха имени Кирова. Парковая зона сохранилась, однако это место приобрело несколько иное значение. Бухарцы с особым вниманием относятся к мавзолею самонидов, как особой исторической реликвии и национальной гордости. При этом объект находится под охраной ЮНЕСКО. Постройка поражает своей архитектурой. Это центрическое здание размером 10 на 10 метров имеет около 40 оконных проемов, один большой купол посередине и четыре маленьких по бокам. Но самое поразительное мавзолея – это орнамент. По дороге к выходу из парка самонидов сохранился еще один интересный памятник – мавзолей Чашма-Аюб. Этот памятник многократно перестраивался в течение XIV-XIX веков. Легенда о нем связана с пророком Иовом, который путешествовал как проповедник через бухарские земли. Загородный дворец Ситураи-Махихаса расположен в четырех километрах к северу от Бухары. Строительство дворца было начато в конце XIX века, когда по распоряжению эмира Ахатхана лучшие бухарские мастера были направлены в Россию для изучения там опыта русских зодчих. Поэтому ансамбль представляет собой смесь европейской архитектуры с архитектурой дворцов Исфагана и богатых жилых домов Бухары. Большую художественную ценность представляет собой новый дворец, который построен рядом со Старом и включает несколько комплексов зданий. Эта величественная постройка рядом с водоемом служила эмиру Бухары беседкой. Богатый дворец окружал настоящий райский сад с павлинами. Эти прекрасные птицы считаются символами Сатараи-Махихаса. Они до сих пор разгуливают по саду, демонстрируя свой красивый хвост, подобные радуги. Из Индии они попали в Бухару до правления самонидов. Знаменитый Белый зал был выстроен в течение двух лет группой бухарских зодчих под руководством знаменитого мастера Усто Ширина Мурадова. Некогда приемная эмира сегодня являет шедевр резьбы и росписи по ганчу, а именно алебастру, замешанному на верблюжьем молоке и сохранившему свою прочность и белоснежность до наших дней. Зеркала, вделанные в стену в форме панно, составляют лишь фон для кружева резного ганча. Богатый потолок венчает ослепительная люстра. Белый зал сверкает яркой белизной чистого ганча и является все то лучшее, с чем бухарские народные мастера пришли в архитектуру 20 века. В настоящее время громкая слава древнего города Бухара привлекает тысячи туристов со всех уголков земного шара. В городе отлично развита система гостиничного бизнеса. Все для того, чтобы туристы с удовольствием приезжали сюда и познавали священную Бухару. Субтитры создавал DimaTorzok